Пожарные призывают водителей соблюдать осторожность при утеплении своего транспорта и обогреве гаражей. Специалисты делают такие заявления на фоне участившихся случаев возгорания авто на улицах и во дворах. Слово Виталию Абрамову. Нет нужды объяснять, насколько опасно возгорание автомобиля. Последствием этого может быть серьезное повреждение самого железного коня, полное уничтожение дорогостоящего имущества, либо даже летальный исход. С наступлением осенне-зимнего периода таких случаев становится только больше. Так, недавно во дворе одного из домов сгорела Тойота Рактис. Прибыли пожарная служба, все потушили. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в отсеке двигателя. И это тоже может быть вследствие начала холодов, так как автолюбители начинают пользоваться дополнительными обогревающими приборами, что ведет к нагрузке электросети. В большинстве своем водители готовятся к зиме по старинке. Утепляю войлоком, брезентом, спереди пенофол или картонку, закрываю радиатор. Ну и сверху двигателя вложу войлок, снизу подтягиваю брезентом. Тут огнеборцы советуют быть предельно осторожными. Теплоизырящие материалы прокладываются в соприкосновении с нагревающимися элементами двигателя и элементами хлопной системы. Вот внизу брезентом натянут под капотом, чтобы снизу было тепло от двигателя. И в связи с этим, если мотор с мотора масло стекает вниз, потом происходит возгорание. Кроме автомобилей, к зиме нужно подготовить и гаражи. Наиболее часто повторяющиеся причины пожара в гаражах – это неосторожное обращение с огнем. А с началом холодного времени года автовладельцы начинают отапливать свои гаражи. Зачастую при обогреве помещения граждане используют так называемые тены кустарного производства. Их применение априори небезопасно и комментариев не требует. Другие ставят под нищем автомобиля электроплитки, а некоторые – особо одаренные и вовсе газовые горелки. А если учитывать тот факт, что большинство автолюбителей хранят в гараже емкости с горючими и различные масляные смеси, то проще пожар предотвратить, чем его потушить. Виталий Абрамов, Георгий Григорьев, МВГ Саха, Якутск.